Сегодняшняя тема. Рассказываем, как сложилась ее судьба и почему она считает свои ранние фильмы отвратительными. На актрису смотри в нашей галерее. Настасья Кински родилась в 1961 году в Западном Берлине в звездной семье, ее отец популярный немецкий актер Клаус Кински. Девочка получила двойное имя в честь героинь романа Достоевского «Идиот» Настасья Аглая. До 7 лет Настасья жила в полном достатке, однако в 1968 году ее родители развелись, и она вместе с мамой вынуждена переехала жить в автофургон. Началась бесконечная нищета, мать Кински не работала, лишь распродавала вещи, оставшиеся от прежней роскошной жизни. Отец посадил маму в позолоченную клетку после замужества, окружил нарядами и не выпускал. Ей не разрешали работать, не разрешали ходить в обожаемый театр. Ей даже садовника не дали, потому что это был мужчина. Мама была папиной принцессой и едва ли существовала сама по себе. Ей не нужно было ни думать, ни что-либо делать. Она с самого начала была содержанкой. После развода мама продавала все, что у нас было. Она стала беспомощной. С тех пор моей миссией стала забота о ней. Мама была всем, что у меня было, рассказывала Настасья Кински в интервью The Guardian. В это тяжелое время Настасья научилась воровать и ездить зайцем в общественном транспорте. Ей было тяжело, но она была слишком мала, чтобы выйти на работу и решить финансовые проблемы семьи. В 14 лет Настасья Кински попала на рок-н-рольную дискотеку, на котором ее заметила жена режиссера Вима Вендерса и предложила ей роль в фильме «Мужа. Ложное движение». Это был дебют Настаси. Она сыграла немую девочку Миньон, которая по сюжету целуется со взрослым мужчиной. Напарником Кински в этом фильме выступил известный немецкий актер Рюдигер Фоглер. Критики были приятно удивлены игрой Настаси, и отметили, после выхода фильма, что у нее большое будущее. Следующие роли в кино тоже были эротического характера. В фильме «Дочь сатаны» 15-летняя Кински полностью оголилась. В картине «Отель. Цветок страсти» она сыграла развратную школьницу. А в мелодраму «Такая, как ты есть», она играла девушку, совращающую собственного отца. При этом сама Настасия не раз признавалась в интервью, что не гордиться своими ранними работами, меня использовали. Использовали мою неопытность. Это отвратительные фильмы, в которых меня заставили снять одежду. Меня никто не защитил. И все же, благодаря игре в этих картинах, ее стали замечать. В 1976 году с ней связался режиссер Роман Полански. Он предложил Кински сыграть главную роль в фильме «Тесс», которая изначально предназначалась для его жены Шерон Тейт, она погибла от рук членов секты Чарльза Мэнсона. К роли «Тесс» Настасия Кински готовилась почти два года. Основная проблема была в немецком акценте девушки. Режиссер Роман Полански отправил актрису в школу Ли Страсберга, чтобы она работала над своим актерским талантом и улучшала английское произношение. И оно того стоило. В итоге Настасия Кински сыграла роль «Блестяще», за роль в «Тесс» она получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший дебют актрисы», а также номинацию на кинопремию «Сезар». Однако выход фильма сопровождался скандалом, выяснилось, что Настасия Кински, которой на тот момент было 15 лет, состояла в романтической связи с 43-летним режиссером. При этом, когда спустя много лет романа Полански обвинили в насилии по отношению к несовершеннолетним актрисам, Кински встала на сторону режиссера. Она призналась, что их роман был по обоюдному согласию, «Я любила его, люблю и буду любить всегда», однако отметила, что с его стороны не было «совращения», а был «флирт». Еще в 1988 году родной отец Настаси, Клаус Кински, опубликовал мемуары, где признался, что вступал в интимную связь со своей дочкой. Настасия это опровергла и сказала, что отец не насиловал ее, но пытался это сделать в подростковом возрасте. Сенсационное признание сделала в 2013 году сестра Настаси, Пола, которая назвала уже покойного отца насильником, оказалось, что Клаус Кински не раз домогался Полы. «Я на стороне сестры, я поддерживаю ее. Я глубоко потрясена, но я горжусь тем, что она нашла силы для написания этой книги. Я знаю содержание, я читала. И я долго плакала», прокомментировала Настаси эту ситуацию. С отцом Настасия практически не общалась. И даже не присутствовала на его похоронах. Несмотря на подростковые психологические травмы, сегодня Настасия Кински счастлива. Она была замужем за продюсером Ибрагимом Муссой, от которого родила дочь Соню, сейчас девушке 34 года и она работает моделью и актрисой в США. В 1991 году партнером Настаси стал композитор Куинси Джонс. Через два года она родила от него девочку с необычным именем Кения, которой в феврале исполнится уже 28 лет. Кения также стала фотомоделью. Настасия Кински живет в Германии и ведет Инстаграм. Подписчиков у нее немного, около 10 тысяч человек. В блоге она редко выкладывает свежие снимки. В основном делится архивными афишами фильмов и любимыми сценами из своего репертуара. В комментариях поклонники пишут, что скучают по ней и просят вернуться на большой экран. Еще читай.